Здравствуйте! В эфире информационная программа «Панорама» в студии Татьяна Тестова и главные новости к этому часу. Зарплаты работникам и стоимость одного дня для родителей. Что изменилось в детских садах района после их реорганизации? Наставничество доверили самым опытным. В удачевском комбинате будут обучать водителей управлению большегрузами. Победы из последних сил. Мирницкие лыжники выявили сильнейших среди школьных команд. Теплая погода вносит свои коррективы. С 1 апреля закрылся автозимник на участке федеральной трассы Вилюй от села Тасюрях до поселка Верхнемарково. Об этом сообщает пресс-служба управления трассы. Автодорожники обратились ко всем, кто сейчас использует этот маршрут. Водителям рекомендовали как можно скорее выехать с автозимника и вывести всю технику, находящуюся в его пределах. С 1 января этого года все детские сады Мирницкого района объединили. Бюджетные дошкольные учреждения вошли в состав автономной некоммерческой организации «Алмазик». В первый месяц после слияния работники и родители особых изменений не заметили. И мы решили вновь поинтересоваться. Сейчас, спустя три месяца после реорганизации, ощутили ли какие-либо изменения сотрудники и родители. В вопросе разбиралась Мария Урсова. Анастасия Хлебникова – заведующая самого нового детского сада «Алмазной столицы». С начала года «Семицветик» вместе с другими бюджетными дошкольными учреждениями вошел в состав некоммерческой организации «Алмазик». То, что касается режима, это все осталось на прежнем уровне. То, что касается пятиразового питания, это тоже на прежнем уровне. Также, по словам заведующей, из положительных моментов – рост заработной оплаты у помощников и воспитателей. Правда, изменения коснулись не всего персонала. Младший обслуживающий персонал, у них заработная оплата увеличилась. Потому что, если раньше у нас была оплата до минимального размера оплаты труда, то теперь девочки получают немножко побольше, конечно. По административно-управленческому персоналу, по заведующей, раньше у нас были заместители, теперь у нас заместителей нет, у нас есть завхоз и старший воспитатель. Там, конечно, зарплата не поднялась, даже есть минусы. Родители воспитанников бывших бюджетных детских садов говорят, что после реорганизации особых изменений также не заметили. Единственный минус – отмена льгот. Единственное, что как сотруднику детского сада мы раньше оплачивали половину стоимости сада, а сейчас мы платим полную сумму. Ну и увеличилась сама оплата за детский сад. Ну а так больше изменений особо не замечено. Если в бывших бюджетных садах родительская оплата выросла, то в дошкольных учреждениях, находившейся в структуре «Алмазик», совсем другая картина. Например, в саду номер 54 родители рады снижению оплаты. Ну, в первую очередь, конечно, все родители заметили, что изменилась оплата. Особенно это заметно для тех, у кого двое детей, как у меня два ребенка сюда ходят. И мы с мужем существенно заметили разницу. Примерно день на 100 рублей снизился. Если ребенок посещает полный месяц, то есть все там 20-22 дня, получается на 2000 примерно. Ну, это главное изменение. А так, все осталось по-прежнему. И питание, режим, работы. Никаких существенных изменений в нашей жизни не произошло. Мы как работали, так мы продолжаем работать. Ну вот, изменения были только по части родительской оплаты. Еще в прошлом году оплата составляла 356 рублей, то в этом году 268. По словам руководителя автономной некоммерческой организации «Алмазик», объединение садов в единую структуру – необходимость времени. В первую очередь, чтобы поддержать высокий уровень дошкольного образования в районе. Централизация привела к формированию единой очереди в детские сады. А также расширила возможности при выборе дошкольного учреждения родителями для своего ребенка. Мария Урцева, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Учить будем на месте. Так решили в Удачинском комбинате. Там готовят группу из четырех опытных водителей. Пройдя обучение, они будут стажировать молодых коллег вождению большегрузов «Скания». Техника габаритная и к тому же со сложной электроникой. Чтобы помочь им овладеть ее, в Удачный приехали специалисты центра «Скания Русь». Позже группа опытных удачинских водителей отправится в Москву, где получит необходимую квалификацию. Все подробности у Ирины Балковой. Век живи, век учись, так считают наставники. В автомобиле «Скания» встроена специальная система, которая передает всю информацию на сервер. Там она обрабатывается и попадает руководству на рассмотрение, где бы ни находилась машина. Это сделано для того, чтобы в экстренном порядке устранить какие-то неполадки и исключить аварийную ситуацию. Здесь же находится так называемый блок рейтинга водителей. Оцениваются они по пятибальной шкале А, Б, С, Д, Е. Самая высокая категория – А. Как только все водители начинают иметь категорию А, значит, меняется лидер, значит, кто-то стал еще более лучшим. Значит, такая как бы гонка за лидером. Те, кто стали лучше, они становятся еще лучше, и к ним остальные начинают подтягиваться. Поэтому процесс такой совершенствования, он бесконечен. Его основная задача – максимально повысить эффективность всех водителей для того, чтобы правильно автомобиль эксплуатировался. С целью повышения квалификации водителей «Алрос» решила внедрить в штат автобазы технологического транспорта номер 3 Удачинского ГОКа четыре единицы водителей-инструкторов, которые уже проходят обучение на площадке. Для этого в удачные прибыли специалисты общества с ограниченной ответственностью «Сканья Русь», которые передают свой опыт. В дальнейшем они пройдут обучение в Москве с присвоением необходимой квалификации. Далее уже обученный штат инструкторов будет помогать повышать навыки вождения у водителей на месте. «Набраны были из числа лучших водителей, наиболее опытных. Сейчас ведется программа подготовки. Мы уже начинаем отрабатывать некоторые водители с градацией в категории «С», предусмотренные программой оценки. С ними эти водители-наставники уже занимаются». Все это позволит избежать поломок, аварийных ситуаций и продлить срок эксплуатации автотранспорта. Ирина Балкова, Денис Иротин, телеканал «Алмазный край». Компания «Алроса» в этом году планирует добыть на трубке «Зарян» 100 тысяч тонн алмазоносной руды. Обработка сырья в следующем году займется Айхальский комбинат. Первые тонны планируют добыть уже в апреле. А в январе 2020 года руду начнут обогащать на фабрике Айхальского комбината. По данным компании «Алроса», среднее содержание алмазов в руде трубки «Заря» составляет 0,28 карата на тонну. При этом потенциал месторождения равен 3,5 миллионам карат алмазов. Его оценивают более чем в 1 миллиард долларов. Сейчас на «Заре» идут горнокапитальные работы для вскрытия рудного тела. Уже вывезено 12,5 миллионов кубометров с крышных пород. «В данный момент мы производим горнокапитальные работы. На 2019 год они у нас заканчиваются. Объем горнокапитальных работ на этот год у нас 4,5 миллиона, 47 тысяч копейками. Также во втором квартале этого года планируется уже попутная добыча. 50 тысяч тонн руды. И в четвертом квартале этого года уже будет добыча. Не попутная добыча, а также 50 тысяч тонн. Мы увозить будем это на Рудскальд, нам себе сюда на отвал. И к другим темам. 20 лет на сцене. Театральная студия «Гармония» отметила свой 20-летний юбилей. За это время через нее прошли более тысячи участников, десятки новых постановок и неизменно полные залы зрителей. О том, как сами участники студии отметили свой юбилей, расскажем в сюжете далее. В их списке более 25 спектаклей, уже давно ставших классикой. «Красная шапочка», «Мороз», «Кот в сапогах», «Волшебник изумрудного города». За 20 лет в театральной студии «Гармония» свое детство провели более тысячи детей. Мы не готовим артистов. Мы готовим смелых, активных граждан нашей страны, которые не боятся выражать собственное мнение, которые умеют говорить «Я хочу», «Я не хочу», «Я знаю». «Мене кажется», и отстаивать свою точку зрения. В свое 20-летие в театральной студии «Гармония» отметили, конечно, спектаклем. Сказку «Алиса в стране чудес» поставили еще к Новому году, но на этот раз поменяли сценарий. Этот спектакль мы приготовили на новогоднее представление. Всю неделю мы показывали, люди приходили, всем понравилось. Я хожу уже третий год, мне здесь безумно нравится. Замечательная атмосфера, замечательные люди. Каждый спектакль «Гармония» и каждый раз аншлаг. С юбилеем театральную студию пришли поздравить воспитанники разных лет, зрителей и родителей юных артистов. Мне очень нравятся, конечно же, эти спектакли, потому что костюмы, сшитые профессионалами своего дела, сразу видно. Красивые, яркие. Прямо вот как мы смотрим по телевизору спектакли, да, даже. Вот то же самое, ничем не уступают. Каждый новый сезон в театральную студию «Гармония» приходят 40 новых воспитанников. К концу сезона из них остаются только 35. Они и продолжают театральное искусство, каждый раз собирая полные залы со зрительскими овациями. Анна Винокурова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». 32-й театральный сезон закрыли большой премьерой. Во Дворце культуры «Алмаз» зрителям представили постановку «Золушка». В ней участвовали около 80 воспитанников детской школы балета «Алмазы Якутии». Учеников поддержали и преподаватели. Вместе они выступили в двух действиях. Часовой спектакль удивил зрителей не только исполнением сложных партий, но и красочными костюмами. В ноябре «Золушку» вновь покажут на мирницкой сцене уже в обновленном составе. О полной версии спектакля смотрите на нашем телеканале 14 апреля. Кто-то падал без сил, кто-то шел до победного. В минувшие выходные в Мирном выявляли лучших лыжников. Ежегодные соревнования провели среди школьников. Три дня учащиеся соревновались в спринтерской и индивидуальной гонках, а также в эстафете. Семь школ выставили своих лучших спортсменов. О том, кто в итоге взошел на пьедестал почета, смотрите в сюжете далее. Виктор Дворников сегодня болеет за свою дочь Полину. Три дня соревнований дают о себе знать. Спортсменка на финише падает без сил. В копилку 26-й школы Полина Дворникова принесла две медали, заняв третье место в индивидуальной и спринтерской гонках. «Это сложно. Сделали новую трассу, что не как обычные два километра, а два круга. Попадание вот так вот это сложно. Но обогнала нормально, так что…» Всего за три дня на лыжню вышли более 130 учащихся. Но в сборную своих школ вошли всего четыре лучших спортсмена – две девушки и два парня. Они бежали эстафету, принося баллы своей команде. Дистанции соревнований были небольшие. «Гонка состоится на 2, 3 и 5 километров. Старшие юноши у нас 5 километров бегут. Кто коньком, кто классикой. Ну, в основном все коньком, естественно, пойдут». Бронзовыми призерами соревнований стали спортсмены 12-й школы. На втором месте – учащиеся 26-й. Прошлогодние чемпионы соревнований – лыжники школы номер 8 и в этом году уверенно заняли первое место. Сегодня чемпионы и призеры соревнований уже вылетели в южную столицу Якутии, в город Алдан. Там спортсмены будут состязаться в двух соревнованиях – в первенстве республики и во всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам. Анна Виногурова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». А у меня на этом все. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова